В прямом эфире студия Репортер. Меня зовут Леонид Соболев. Здравствуйте. Итак, 11 ноября 18.00 в Impact Hub Одесса состоится питчинг идеи проектов «Люди и их город». И у нас в гостях Татьяна Козловская, менеджер молодежных программ Impact Hub Одесса. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. И рассказывайте, что за питчинг, что это такое и с чем его идёт? Да, вообще очень такое иностранное, интересное слово. На самом деле оно означает публичную презентацию своего проекта. В чём суть питчинга, чем он интересен и чем он эффективен в наши дни? Тем, что люди приходят с какой-то идеей проекта, ну, либо уже готовым плюс-минус проектом. Это, конечно, люди, которые до этого не занимались серьёзной проектной деятельностью, они приходят, у них есть какая-то идея. Вот как улучшить определённую сферу жизни человека? Там социальная сфера, экология или ещё что-нибудь. Вот. Они приходят, презентуют свою идею. Соответственно, мы приглашаем туда экспертов в этой сфере, людей из бизнеса, людей, которые там могут помочь в пиаре проекта, в том, чтобы разработать там какой-нибудь бизнес-план или в целом там план проекта. И также просто там общественных деятелей, то есть все, кто могут им помочь. Плюс приходят зрители и, собственно, автор проекта представляет его, и он получает очень многое от этого. Он получает как какие-то рекомендации, так он получает там поддержку, возможно, сразу же каких-то спонсоров, да, или людей, которые в этом заинтересованы. И просто приходят зрители, которым понравился проект, и они, хорошо, хочу там принять участие в нём. Вот в данном случае, о чём вообще идёт речь? Ну, «Люди и город» как бы понятно, но и достаточно такое обобщённое название. Чуть конкретнее всё-таки понять саму по себе идею этого питчинга, то есть чему она больше посвящена? Да, «Люди и город» — это, в принципе, любая урбанистическая тематика. То есть всё, что может помочь улучшить наш город. Сфера и экологии, и транспорта, да, то есть абсолютно разные сферы, вот там, архитектура, ещё что-то. То есть всё, что мы вот идём по городу, видим, вот я хочу улучшить конкретно, там, эту сферу, там, не знаю, отремонтировать, отреставрировать дом, либо сделать улицы более, там, чистыми, поставить, не знаю, урны, которые вот раздельные, там, да, куда можно раздельно выбрасывать мусор. То есть всё, что угодно, что касается, там, каких-то проектов, которые улучшат наш город. Вот это, собственно, такая тематика. Поэтому очень такое обширное название «Люди и город», ну, что на самом деле очень разный. Ну, хорошо, вот я, если честно, часто гуляю по городу, и у меня постоянно возникает, ну, не то чтобы идея, да, постоянно что-то хочется немного улучшить, потому что, ну, понятно, что мы ещё только развиваемся, только как-то поднимаемся вверх. Слава Богу, и так сейчас город достаточно так хорошо начали, так облагораживать, мне уже нравится. Вот, и а как дальше сама по себе? Ну, вот, я прошёлся, да, у меня появилась идея, и что дальше? Вот, как мне туда попасть? Где мне, как мне найти деньги? Как в этом помогут? Или как создать этот проект, в конце концов? Ну, я себе что-то представил, но я не знаю, как там схематически это нарисовать, или как представить вообще этот проект. То есть вот куда дальше, как это вообще происходит сама по себе структурно? Ну, вот мы не зря писали, что там проекты и идеи, да, поскольку человек может абсолютно не знать, как реализовать этот именно проект. Он приходит, говорит, у меня есть идея, например, там, сделать, не знаю, там, отреставрировать какой-то конкретный дом. Он показывает, собственно, в чём проблема, ну, то есть там, не знаю, фотографию, да, и коротко рассказывает, в чём проблема конкретно, в чём там, где он разрушен, этот дом, к примеру, да, какая-то памятка архитектуры, к примеру. Вот, дальше он говорит о том, там, что он хочет с ним сделать. То есть, в принципе, показывает какую-то и рассказывает модель о том, как он может, на самом деле, помочь решить эту проблему конкретно он, что он хочет с ним сделать. И он говорит, какие ресурсы нужны для этого. Мне нужны деньги, строй материалы. А если не знаешь, какие ресурсы тебе нужны, то есть ты понимаешь, что нужно что-то сделать, а что конкретно, ты сам до конца еще не понимаешь. Ты понимаешь, какое-то там должно быть или обучение, или как-то должны помогать, подсказывать. Да, конечно. Есть два варианта. То есть изначально человек регистрируется, он заполняет заявку, и мы просматриваем ее. Видим, если человек конкретно не понимает, что сделать в этой ситуации, даже как презентовать, как рассказать, что я хочу именно эти, эти, эти ресурсы конкретные, вот они мне нужны, то мы созваниваемся, общаемся и пытаемся человеку подсказать уже, да. Но понятно, что на самом питчинге это более уже глубоко прорабатывается, то есть эксперты рекомендуют, дают какие-то конкретные контакты, говорят, а вот лучше было бы сделать еще вот так, еще это привлечь, и там еще это бы там лучше, да, улучшило ваш проект и так далее. Ну, то есть и до питчинга проводится определенная там работа с этим, ну, с этой идеей или уже проектом конкретным, и на самом питчинге, собственно, мы все равно, там, каждый эксперт, каждый человек, который избирается так или иначе в этой сфере дает свои советы. А в чем финальная стадия питчинга? Вот он состоится 11 ноября, напомню, в 18.00, Пакхап Одесса. Вот он состоялся, и что дальше? Вот я представил свой проект, он там понравится, не понравится, или как, что дальше? Идея питчинга основная в том, чтобы заявить о своем проекте, найти спонсоров, возможно, людей, которые согласны присоединиться к нему, помочь тебе, обменяться контактами и так далее. Это самая важная цель. Но, тем не менее, мы делаем еще нашим там участникам, которые больше всего постарались, проработали этот проект, которые понравились больше всего экспертам и зрителям и всем, да, мы даем возможность немножечко больше поработать с их проектом уже в рамках конкретного курса, который проводится Impact Academy, то есть у нас есть такой специальный, скажем, раздел Impact Hub, да, направление. Мы работаем над тем, чтобы различные социальные проекты, урбанистические и так далее, они получали какую-то хорошую основу для их реализации. Этот курс, он, там, собственно, ребят, которые будут подавать эти проекты, и которые там питчинги выиграют, скажем его так, да, то есть там... То есть все-таки есть победители, проигравшие. Ну да, да, условно говоря, они получают бесплатный билет на Impact Academy, они смогут там учиться, как пиарить проект, как искать ресурсы, как вообще правильно составлять план проекта, как его, то есть, поднести в массы и так далее. Ну, то есть их всему этому научат, и, собственно, мы так вот будем выбирать лучше. А до какого момента еще можно оставлять, условно говоря, заявки, да, чтобы попасть вот на питчинг 11-го, который будет? А до 9-го ноября еще можно подавать заявки на питчинг, вот, после 9-го уже, ну, собственно, 9-го уже, говорят, результаты, да, там, вы прошли, потому что, ну, заявок может быть много на самом деле, вот, с конкретной, конкретной заявки мы допускаем до питчинга, вот, если их будет на очень много, то другим мы просто, конечно, там, проводим предварительное какое-то собеседование, помогаем в любом случае, то есть не остаются проекты абсолютно без, там, какого-то внимания вообще, вот. Но там те, кто допускает, не проходит, соответственно, презентуют, даже те, кто не проходит, то там, там, либо в следующий раз приходят, немножечко дорабатывают, либо, да, то есть, ну, в любом случае, Impact Hub – это такая структура, которая, там, не оставляет без помощи никого, то есть, можно в любом случае найти, даже просто придя в Hub, найти полезные контакты и уже дальше реализовывать проект. Много уже поступило заявок на этот питчинг? На самом деле, мы не так давно открыли регистрацию, ну, уже достаточно, да, заявок, как бы, но мы не ограничиваемся, вот, возможно, будем расширять формат, но, то есть, в любом случае, там, количество заявок, оно далеко не означает, там, их качество и так далее, поэтому мы с удовольствием ждем, потому что могут быть совершенно интересные и креативные идеи, и это очень здорово, мы всегда рады. А это первый питчинг или уже были, ну, уже проходили подобные мероприятия? Обычно, вот, Impact Hub проводит подобные питчинги где-то, там, один раз в два месяца, вот, стабильно. До этого был уже питчинг на эту же тему, был еще питчинг молодежных проектов, вот, я, в частности, была его участницей, даже пришла со своим проектом, у меня больше такое… Люди и горы, получается? Нет, это был питчинг молодежных проектов, вот. А что за проект был? Ну, у меня был проект, ну, вот, есть, собственно, я его развиваю, питчинг был очень хорошим стартом, это амбассадорство, Impact Hub Ambassadors называется, полностью, чтобы в вузах создавать креативное пространство, такие вот студенческие каворкинги, и внедрять там неформальное образование, мы, собственно, уже работаем с девятью вузами, и вот двух открытые студенческие пространства, и предложим дальше. А можно чуть поподробнее тогда уже, как бы, об этом проекте, уже если есть хотя бы реальный какой-то, да, пример, то почему бы о нем, в принципе, рассказать? На самом деле я пришла на питчинг и сказала, вот, есть какие-то проблемы, да, там, вузы закрыты в себе, студенты не знают о возможностях, студенты не знают, как себя реализовать, после университета там нет абсолютно никакого ориентира, куда идти и что делать. И у меня была идея, да, по сути, и не было там неполезных контактов особо каких-то, да, там, ничего такого, что могло бы мне помочь дальше вот быстро реализовать свой проект. И прямо на питчинге было очень много преподавателей, было очень много людей из, там, общественной какой-то сферы, так или иначе связанных, там, представителей СМИ, и люди, которые просто пришли посмотреть, они потом стали, ну, амбассадорами в моей команде. И после этого мне дали очень много полезных рекомендаций, мне посоветовали, как лучше работать с руководствами университетов, как вообще привлечь, что интересно студентам, поскольку там сидели преподаватели, вот, конкретные кейсы давали, на что студенты реагируют, на что нет. И я после этого вышла, у меня абсолютно поменялось вот видение моего проекта, абсолютно поменялась стратегия, как его реализовать, вот, собственно, после этого мы его уже активно запустили. У нас уже есть порядка 50 амбассадоров, то есть это люди в конкретных университетах, студенты, которые, собственно, и несут вот эту вот молодежную активность, неформальное образование и так далее в массы. А что подразумевается под неформальным образованием? Неформальное образование, ну, мы подразумеваем под этим, ну, в первую очередь, какие-то навыки, которые называются soft skills, да, там, мягкие навыки, то есть как писать резюме, к примеру, там, какие есть возможности стажировок, те уже там, за границей или в Украине, там, не знаю, как работать с какими-то деловыми документами или там, публичные выступления, то есть все, что угодно, все, что нам помогает в жизни реализовать себя, но чему обычно не учат, к сожалению, в университете. То есть это мы вложим. Плюс, конечно, это могут быть и какие-то более развлекательные, да, мероприятия, которые сближают, мотивируют, вдохновляют, ну, то есть чтобы студенты тоже понимали, что они важны и они могут все и так далее, ну, чтобы получали какой-то базис такой для... Как руководство вызов к этому относится? На самом деле очень хорошо относится. Мы больше всего этого опасались, и в частности на питчинге, я его помню, что мне очень много говорили, ну, подождите, руководство же вот, нужно подход найти к ним. Но на самом деле здесь мы очень сильно соприкасаемся в одном, в том, что мы хотим развивать студентов, и университет заинтересован в том, чтобы его студенты... Ну, я так понимаю, вы сами с этим столкнулись, по сути, да, и захотелось как-то толкнуть ее дальше. Ну, извините, перебил. Да, вот, ну, и, собственно, мы на этом сошлись, нашли подход, пришли, и в очень многих вузах руководство там вот прям активно поддерживали. У нас есть там брендовая продукция, вот сейчас, то есть на клинике какие-то флайера, афиша. Очень приятно было, когда мы пришли в экологический университет, вот мы сейчас там запустили пространство, эко-простер называется, и там у преподавателя, руководства были наклеечки на телефонах с амбасадорством, это было просто безумно приятно, и мы сейчас, вот, то есть параллельно, предварительно проводим какую-то, условно говоря, пиар-компанию, то есть более-менее рассказываем, вот мы там сейчас будем что-то делать с вами, вот, а потом приходим уже с презентацией, конкретно там курсом каких-то лекций, тренингом, мастер-классом, то есть все, что хотят ребята, и до этого нас уже знают и очень тепло принимают. Я так понимаю, что еще руководство, в принципе, поняло, что это не затратно для них, и поэтому почему бы и не помочь. Да, да, ну идея в том, что студенты сами это делают, вот, потому что никто не знает. Естественно, конечно, они проще пошли. Вот проходил уже, да, один питчинг «Люди и их город». Были ли какие-то уже такие, может быть, какой-то яркий, один из самых ярких, да, проектов, которые вот тогда все-таки, может быть, выстрелил, и, возможно, в скором времени будет как-то реализовываться в городе? Вот проекты, которые, что касается именно города, да, развития, самые яркие, там, «Зеленый театр», к примеру, который сейчас в парке Шевченко полностью реставрирован, и там приезжают очень известные люди, там, с концертами, с лекциями, это просто такой, там, в теплый период, это, наверное, такой эпицентр каких-то событий молодежных, социальных и так далее в Одессе. Был еще проект очень интересный «Нью бассейн» назывался, то есть тоже в парке Шевченко есть старый заброшенный бассейн, и ребята придумали очень интересную идею, как его реставрировать, как его усовершенствовать, чтобы он тоже был достаточно креативным, новым и по новым таким тенденциям, да, то есть тоже в этой сфере. И это самые такие, наверное, успешные примеры, которые сейчас реализовываются. И на самом деле мы ждем, что, ну, были, конечно, и другие проекты, сейчас они так менее получились в свое развитие, но тем не менее с ними тоже сейчас работают, потому что питчинг – это еще, там, такое, наверное, мероприятие, которое заставляет себя несколько раз подумать, как именно нужно реализовать проект, концепцию, условно говоря. Поэтому с ними, собственно говоря, тоже поддерживаем хорошие отношения. Ну и последнее такое, чтобы уже не ходить по кругу, как само по себе происходит мероприятие этого питчинга? Сколько примерно по времени это занимает? Кто из гостей будет вот именно на, конкретно на этом питчинге? Я так понимаю, инвесторы, они же сразу не приходят, они, в принципе, потом уже получают, да, какие-то проекты или просто дают, ну, связывают их там как-то контактами. Вот, вот, собственно, по этому питчингу. Вот, а как проходит обычный формат, то есть человек выходит, минут пять идет сама презентация, ну, то есть обычно презентация. Презентация в формате слайд-шоу или просто вышел и рассказал в формате слайд-шоу? Да, в формате слайд-шоу. А вы как-то помогаете с теми слайд-шоу как-то сделать это все? Мы предварительно, почему нам участники скидывают, и мы просматриваем, может, я ему какие-то рекомендации, чтобы более понятно было, да, доступно. Вот, там даем стандартные, ну, вот, описания, что должно быть с презентацией, там нужна цель проекта, проблемы, там, ресурсы и так далее. Ну, то есть мы даем такой... А расчеты по ресурсам как-то, я так понимаю, тоже уже у вас в хабе уже помогают производить какие-то хотя бы предварительные расчеты? Потому что так можно насчитать все, что угодно. Да, но на самом деле в этом нет какой-то острой необходимости на стадии питчинга именно, да. То есть человек может посчитать и сказать, мне нужно там 75 тысяч гривен, ну, мы можем ему помочь. Но ему проще, наверное, сказать, и, в принципе, это лучшая работа. Да, он говорит, какие конкретно ресурсы нужны, потому что деньги, ну, это такая вещь, да, не все спонсоры, не все партнеры, они бы согласились просто дать деньги. Но дать, к примеру, не знаю, там, краску, какие-то материалы и так далее, ну, они с удовольствием, и им это намного проще, потому что это их товар. А, то есть разбирается, ну, вот, до таких просто там деталей. Я хочу отреставрировать там фасад, флигель этого здания. Мне для этого нужно там 2 литра краски, 4 килограмма шпаклевки, один мастерок и один рабочий, собственно говоря. Все, правильно. Ну, то есть либо или человек приходит, говорит, что, не знаю, хочу провести какую-то там социальную такую акцию, чтобы там на улицах города не было мусора, да, и он говорит, не, ну, сколько там каких-то листовок, еще чего-то, еще чего-то. Ну, то есть можно приблизительно сказать. Понятно, это потом все будет прорабатываться и вырабатываться точные цифры. Идея питчинга в том, чтобы заявить о своей идее и там найти людей, которые, в принципе, смотрят с тобой в одном направлении и которые могут тебе помочь реально в этом. Вот. А дальше уже, конечно, все по деталям разрабатывается. Ну, то есть и человек презентует 5 минут буквально, вот. И после этого ему дают какие-то рекомендации, обратную связь, могут прям вот сразу предложить контакты либо какую-то помощь, ну, то есть что угодно. То есть разный фидбэк может быть и, в принципе, кто-то сразу присоединяется. Тоже где-то 5 еще занимает, наверное. Ну, и вот так вот несколько есть проектов, там, в общем-то, 5-7 проектов стабильно на питчинге заслушиваются. Я понял вас. Спасибо вам огромное. Наверное, пару секунд. Сами уже тогда презентуйте, когда состоится мероприятие, где, когда, во сколько, где можно оставить заявки, до какого числа, до какого времени. Вот. Питчинг состоится еще раз 11 ноября. Вот. Состоится он в 18.00 в Impact Hub Одесса, это греческая 1А. До 9-го числа можно подать заявки, зайти в питчинг проекта, ну, можно даже там прям бить в поисковике и сразу ссылки на социальные сети, люди и их город, и, собственно, подать заявку. Форма достаточно простая, ничего сложного нет, заполняем там идею проекта, имя, там, фамилию буквально. Вот. И после этого с нами там свяжутся, собственно, представители, организаторы питчинга и помогут там ошлифовать дальше по пунктикам все, что нужно. Ну, и, собственно, уже подготовят к самой презентации, к самому питчингу. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли в эту студию, рассказали о такой... Идея, идея достаточно, очень замечательная, ну, я так лично считаю, да, всегда здорово, что не только власти города, да, что-то стараются, а и сами, собственно говоря, жители, которые живут в этом городе, как-то пытаются немного улучшить собственную инфраструктуру и как-то экологию и все остальное. Еще раз вам спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях у студии репортер была Татьяна Козловская, это менеджер молодежных программ Impact Hub Одесса. Ну, а меня зовут Леонид Соболев. До скорой встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok